Засушливость климата – это главная проблема для юга Украины, считает доктор географических наук Юрий Тучковенко. Вообще для юга Украины особенно главная проблема – это увеличение засушливости климата. Из-за повышения температуры воздуха, увеличения испарения с водной поверхности, с поверхности почвы, меняются условия климатические для выращивания сельскохозяйственных культур. Как раз недостатка влаги в почвах и меняются температуры в зимний период. Зима сейчас более тёплая, лето вообще жаркое. Недостаток водных ресурсов влечёт за собой остальные проблемы, отмечает профессор. Мы испытываем дефицит водных ресурсов, потому что малые реки, они практически высыхают, у них сток присутствует один-два месяца в году. И, во-первых, не хватает водных ресурсов и для сельского хозяйства, и в дальнейшем для водопотребления населения. Но, как следствие, это у нас высыхают наши лиманы, которые раньше питались речными стоками. Одной из таких проблем является изменение погодных условий, говорит Юрий Тучковенко. На климатическом масштабе, вот то, что они у нас чаще проявляются, эти экстремальные погодные явления, это следствие климатических изменений. И это, в принципе, как бы объясняется учёными именно этим. Здесь же, можно сказать, и проблемы, связанные с учащением экстремальных погодных явлений, например, сильных ураганов, штормов, сильных ливней, которые тоже представляют определённую опасность для населения. Это тепловые волны, которые в летний период все чаще заходят на нашу территорию. Учащение экстремальных погодных явлений – это следствие изменения климата, отмечает специалист. Смерти, которые сейчас наблюдаются, сильные ветры, шквалы – это всё следствие как раз вот тех изменений погодных условий, климатических изменений, которые происходят. То есть, становятся более частыми случаи экстремальных вот таких погодных явлений. 5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Поэтому затронули мы и эту тему. Если говорить о цунами, то здесь немножко другие процессы. Они не связаны напрямую с изменениями климата. Это процессы, происходящие в земной Корее, на побережье Чёрного моря. Жители южных областей Украины могут не опасаться цунами. Для нашего региона это маловероятно, говорит доктор географических наук. Проблема цунами для Одесского региона или для вообще украинской части Чёрного моря, если брать от Одесской области до Херсонской, она минимальна вообще говоря, потому что у нас здесь достаточно мелкий шельф. В нашем районе, в общем-то, никогда таких высот цунами не регистрировалось. И у нас как бы из-за этой особенности Чёрного моря, потому что здесь малое пространство для разгона волны, для того, чтобы цунами могло развиться до больших значений. Случаи зафиксированного цунами на территории Одесского региона были всего несколько раз, отмечает Юрий Тучковенко. Исторически отмечались случаи проявления цунами где-то еще в начале 19 века, 1821-1826 год, когда в Одессе было, ну скажем, зафиксировано, но это наблюдателем, населением, да, по описанию, были зафиксированы явления, похожие на цунами. Но, скажем, высота этой волны была в 1921 году 10 сантиметров, а в 1928 году 50 сантиметров. То есть это не столь уж большие повышения уровня. Бережное отношение к природе – то, что каждый должен ставить во главу угла. Ведь от того, как человек будет относиться к окружающему миру, во многом зависит и будущее планеты.